В этом году в традиционном чемпионате города по баскетболу среди мужчин участвуют 9 команд. Это максимальное количество за последние годы. За победу борются команды подразделений в НИЭФ, предприятия, организации города, а также студенты СРФТИ и политехникума. Игр прошло пока немного. На первом этапе баскетболисты играют по круговой системе. Каждая команда с каждой. Затем будет второй этап и плей-офф. Чемпионат будет идти на протяжении двух месяцев. Это еще начало чемпионата. Игр состоялось немного. Ну, я думаю, треть игр прошло первого этапа. Расстояние меняется. Оно также переносится в связи с тем, что проводятся игры чемпионата области. Тоже многие игроки участвуют за команду «Атом», за команду ветеранов города Сарова. Чтобы вырваться вперед, спортсменам нужно максимально выкладываться на результат уже с самого начала чемпионата. Предварительные итоги соревнований подводить, конечно, пока рано. Но на первом этапе уже выявляются сильные команды. Лидеры у нас, как всегда, в чемпионате – это команда «Звезда», которая прошла комплектованно игроками. Ну, мы боремся, боремся с ней за… В этом году, я по крайней мере, думаю, что будет бороться за призовые места команды Сарки, студентов. Ну, команда «Союз» окажет, я думаю, какое-то сопротивление этим двум сильным командам. Ну, и, как всегда, не бывает без сенсации. Я думаю, что кто-то может из других команд тоже вмешаться в громкую медаль. В рамках очередной игры чемпионата на паркете встретились команды «Союз» и «Энергия». С самого начала «Союз» вырвал лидерство соперника и забивал мяч за мячом. «Энергия» не желала уступать своей позиции. Игра выдалась напряженной. Расслабляться баскетболистам нельзя было ни на одну минуту. Фоллы были с той и с другой стороны. К концу четвертого периода «Энергия» не смогла переломить ход игры. И «Союз» победил со счетом 103-72. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова